Друзья, приветствую! Сегодня у нас анонсируемый прямой эфир. Тема архиважная, это здоровье детей. И сегодня моя гостья Сусанна Мун. Она из Сочи, переехала с Дальнего Востока. Но Сусаночка, конечно, о себе сама расскажет, потому что у нее просто потрясающая история. Я считаю, вот на мой взгляд, отважная мама, которая реально... Сусанна к нам присоединилась. Так, сейчас приглашу Сусанну. Привет! О, привет-привет! Привет-привет! Я тут в наушниках, у меня тут телефон немножко барахлит. Надеюсь. Всем привет, да, спасибо, что ты пригласила меня к тебе. Делись с удовольствием. Согласилась, потому что я знаю, я наслышана, сколько мы с тобой участвовали в мероприятиях, и ты делилась своим классным результатом. И я говорю, что на самом деле считаю тебя отважной мамой, потому что ты не согласилась, какой диагноз ставили ребенку, и ты реально нашла выход из ситуации. И очень хочется узнать, я-то знаю, хочу, чтобы наши зрители узнали, кто будет сейчас присоединяться, и в записи посмотрят, с чего все началось, как пришла информация, что ты применила, и какой в итоге результат получила. Давай прям несколько минут пригласим, кто еще не знает о прямом эфире, потому что мы с тобой так оперативно приняли решение. Я приглашу своих подписчиков. Так. Да, это тоже пригласила несколько. Да, вот, тоже смотрю. Отлично. Вот, Сусанна, и расскажи, лучше тебя о себе самой никто не расскажет, поэтому даю тебе слово. С удовольствием послушаю еще раз. Ну, еще раз, меня зовут Монсусан, мне 37 лет, из города Хабаровска, сейчас уже мы переехали в Сочи, живем здесь, но когда-то мы не могли выйти из дома, то есть с ребенком. Ребенок у меня очень сильно болел, нам поставили бронхиальную астму, это было в 6 лет, значит, это было 3 года назад, в 2017 году. То есть все началось с садика, то есть детский садик, все болеют. Ну, как обычно, да. Мы тоже так же, да. И люди, ну, как бы, все вокруг говорили, ничего страшного, перерастет, нормально. Вот, лечились мы, соответственно, антибиотиками, потому что у нас постоянно была обструкция бронхов. Вот, говорили, что у мальчиков это протекает сложнее, чем у девочек, и они болеют болезненно, ну, то есть болеют больше, чем у девочки. Вот, ну, я к этому как-то так относилась, я всегда доверяла врачам, а кому же, как не им, да. И всегда я следовала тому, что они мне говорили. Вот, они постоянно мне давали антибиотики, выписывали, потому что по-другому мы ребенка никак не могли восстановить. Не могли восстановить. Да, да, да. Но он у нас в детстве, он был такой аллергичный. Ну, я как-то так, ну, диатез, вот там, годик у него какие-то на ногах, да, то, что почувствовалось. Вот, ну, как-то вот особо тоже не вдавала в подробности, ну, как бы, не акцентировала внимание. И, в конце концов, то есть, с течением жизни у него, видать, это все наложилось, плюс еще антибиотики, лекарства и так далее, да, медицина. И нам поставили баронхиальную асту. То есть, он у меня болел где-то в год 13, 14, 15, 16 раз. То есть, вот эти ОРВИ, баронхиты. Да, это были и всякие, там, проблемы с кишечником. Он мне в туалет ходил один раз в три дня. Вот, это потом уже было так, потому что, когда я его начала лечить, это вот у садика. Ну, и потом, в конце концов, нам выписали гормон. То есть, сначала гормональной терапии не было, да, а потом уже не снимались приступы. Да, просто сначала мы лечились, да, да, мы лечились, он мне кашлял, то есть, как-то вот, я не понимала. И потом усугубилось это все на каком-то лечении, опять же, опять же, азиатиками, то есть, это был очередной рак, когда мы лечили его. А, значит, у него, ну, нарвотные позывы просто пошли по 20 раз на дню, такие сильные, каши сильные. Это просто вот эти вот, мы дышали с небулайзером, может быть, кто знает, вы смотрите с небулайзером. То есть, нам выписывали там, ну, это был такой венталин, венталин, там есть это из разряда, там, пульмикор-бердуал, кто тоже знает. Вот, на зонексе это было постоянное внос, пшикало, всякие зертеки, это было постоянное, мы сидели года, ну, просто годами мы сидели, год, целый год. В общем, мы больше года, значит, лечились, потом нас все-таки посадили на гормон, потому что какой-то прекрасный вечер, я даже не подразумевала это, я не хотела ему давать, и я, как любая здравомышленная мама, думаю, что это за гормон, зачем он нам нужен, ему, в принципе, нормально все, зачем ему давать. И вот как-то это было 9 часов вечера, я пошла варить кушку, а он заснул, и как-то вот этот момент, я даже в голове вот у меня просто, он подходит ко мне, вот у него глаза такие прям огромные, да, и смотрю, он рот открыл, и вот он на меня смотрит, и на меня лезет, я понять не могу, что случилось. И я смотрю ему, я говорю, тебе тяжело дышать, он как бы кивает, да, ну, то есть не может... У меня сейчас мурашки даже пошли, это вообще... Да, у меня тоже сейчас опять вспомнило. Вот, ну, это было в Хабаровске, да, и я потом после этого случая вообще не спала. Я потом поняла, что вообще в любой момент, ну, если ребенку станет плохо, а он же как бы нормально еще и сказать, ну, как бы вроде 6 лет, но он не понимает, не понимает, да, что с ним происходит. Я его давай вытащила на балкон, это была зима, январь, вот, прям в трусах. Я не знала, что ему делать, накапала вот так судорожно зертек у меня там был, дала ему выпить, я говорю, выпей. Он еле как выпил, обмыла его водой холодной. Я говорю, там как суета такая получилась по дому. Ну, побежала на балкон, вытащила его в трусах прям, то есть открыла там порточку, то есть, ну, как бы это, окно. И вот мы там стоим, и вот он там раздышался. Ну, вот когда вот было... Это было состояние, я тогда, я там уже вызвала скорую, приехали, они ему там вкололи диптометазон, ну, в общем, с этого все и началось. И я, ну, начался наш, так скажем, путь по медицинской вот этой вот, да, системе. По протоколам. Значит, да, гормоны все, но кашель у него нескончаемый был, то есть сухой кашель больше года не проходил, даже на гормоне. Но он стал меньше, но он в сторону кашлят днем и ночью. Вот, и когда, значит, я пришла к врачу, они сказали, нам должны были снять гормонов, но она нам повышает дозировку до той, с которой мы начали в январе. То есть, это была огромная дозировка, большая еще такой стильный гормон. Вот, ну, и, конечно же, она это все характеризовала тем, что ребенок кашляет, то есть, ему нельзя сейчас без гормонов абсолютно повышать в два раза. Вот это да. После этого, то есть, получается, год прошел, да, и я такая думаю, ничего себе, мы приплыли вообще, я к чему-то плыла тут, да, думала, сейчас вот снимут гормоны. А здесь наоборот, да. И у него еще, помимо этого, у него приплюсовалась, добавилась аллергия на все, что можно. Это, у него не было аллергии. То есть, на фоне лекарств у него, во-первых, он перестал ходить в туалет вот в этот момент, когда он один раз в три дня начал ходить. Я не понимала, в чем проблема. Я ему илиных сдавала с антибиотиками и все, и все, он перестал ходить. То есть, он, как бы, я ему не могла стул собрать в лабораторию. Вот, потом, значит, что, я его, ну, главное, что интересно, конечно, он у меня даже кушать перестал. Ну, то есть, он раньше все кушал много, а тут вот он что-то, он постоянно кашлял, от воды уже потом кашлял. А у него аллергия была на стороны луговые травы, деревья, кошка-собака первого пыль. Ну, это, ух, все, то есть, мы убрали все, я даже шторки снимала дома, я по два-три раза. То есть, да, к друзьям не пойдешь, на день рождения не сходишь, кошка-собака у кого-то, тоже табу не придешь. Ой, это вообще, мы даже из дома не могли выйти. Мы вот выходили из дома, ему становилось тяжело дышать. Я говорю, домой пойдем, пошли домой, все, пошли. То есть, я не понимала, что с ребенком происходит. Это он был на гормонах, и мы, я помню, еще на Дальмостоке, у нас там зима же, как бы такая нормальная, мы на санках его пытались катать. И вот он вышел как-то на улицу, и ему тяжело видеть дышать, вот этот воздух холодный, и как-то вообще, в принципе, он лег на эти санки и лежит. И мы с мужем, ну, как, переглядываемся, я не понимаю его вообще ситуацию первый раз. То есть, вроде нормально выходили, а тут начал ложиться. Я вообще, то есть, вот у меня состояние, я постоянно рыла все вот эти вот интернет-призировала. Информатушка. Я потом его начала, да, я начала его обливать холодной водой, ледяной, потому что я увидела, что там астматиков так лечат, снегом обтирают слева, справа, снизу. Вот, это в Москве, в Измайлово, кто-то спортом такой практикует. Оно, долго мы не продержались, потому что он у меня заболел опять, ну, как бы неправильно сделал, там что-то. Опять заболел, в общем. Я его, конечно, и растирала, и обливала, и он у меня бегал по дому, я его там, ну, как бы, чтобы после вот холодного сразу надо обязательно как бы растереть кожу, там, да. То есть, это он у меня делал. Но две недели. Все, ну, видать, ему это тоже не нравилось. То есть, потом я, давай, дыхательная гимнастика по Стрельникову, по Путейко, я уже позвонила в Москву. Я уже, ну, нас уже там ждали, но это было очень дорого, и мы не знали, как мы поедем вообще, потому что ему плохо, и вообще там надо было, ну, все в деньги упирало. То есть, это очень... Да, и не факт, что там он, как бы, вот полностью сразу вот выздоровел. То есть, там надо было жить. Жить там месяц-два, а у нас, как бы, в Москве никого не было. Ну, вот, и я, давай, нашла эти видео в интернете, я, давай, его учить. Вот эти вот, вот эти вот дыхательные гимнастики там всякие разные, вот, вдох-выдох. По Путейко тоже, ну, тяжелее. Помогло или нет? Вот, потом две. Ну, это тоже помогло, наверное, на время. Ну, какой-то есть маленький эффект, но это надо заниматься ребенку уже. Семь лет тогда, а, да, шесть поставили. То есть, тяжело с ним, да, вот он, как бы, каждый день надо по три раза, то есть, вот это делать. И там еще такие прям комплексы, там стоишь, он уставал. Взрослый? Уставал, и я не знала, что. Несколько минут. Да, вообще, да. Да, и потом я пошла к подружке в гости, уже устала, то есть, ребенок болеет и болеет. Пошла к подружке, а подружка мне говорит, слушай, там есть, говорит, один массажист, он восстанавливает адренциальную астму. Я говорю, слушай, давай. Я на следующий день сразу записалась. В этот же вечер я ему позвонила, записалась на завтра. Вот. Я хватала все, ну, то есть, как бы, любую возможность. И потом, то есть, я к этому массажисту пришла, и, ну, мы тоже, мягко говоря, были не в восторге от его компьютера. Методики. Потому что после него у ребенка, у ребенка, ну, ребенок у меня только переболел в неделю, получается, ну, типа бронхита. А он пропил антибиотики, и вот на восьмой день, получается, в понедельник я его веду в массажист. А там у него так вот не чисто было как-то вот, все как-то вот так. Ну, что-то мне так показалось, что вот, в общем, на следующий, в этот же вечер у ребенка поднялась температура 38,5. То есть, вот просто ребенок просто полежал, полежал на койке, где, может быть, было не очень чисто, да. А у него глаза слиплись вот так вот в конъюнктивите. Вот. Ну, то есть, у меня ребенок, вот на него дунешь раньше, он сразу кашлял. И сразу болеет. Руки чуть-чуть про... да, 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 да. Его продует, то есть, руки промочит, все у него сразу. Это вот кому? Маляющий там, да, вот обычно. Часто болеющий ребенок, да? То есть, это... Очень, очень часто. Да, да. Мы не знали, как поднимать иммунитет. У меня тетя моя, любимая, родная тетя, она провизор, она вот сейчас приехала. Она мне очень помогала, но она, получается, ну, вот аптека, да, залезает аптекой. То есть, все лучшие лекарства. Что-то там вот она всегда все мне давала. Но ничего, вот ребенку, он очень такой аллергичный, на койке аллергии, получается, снижается иммунитет. И вот это, получается, в этот... Замкнутый круг. В этот грязный, как бы даже... Да, да, да. Это вот сейчас я понимаю, что было с ребенком, почему ничего не помогало. Вот. И, конечно, мы пошли к этому массажисту, и он нам потом в конце показывает, значит, вот этот коралл. Да, вот такой маленький, в бутылке. Ну, я про себя думаю, ну, все, опять. Началось, вдвое как-то двигает, там все, там, понятно. Короче, я эту систему проходила. Но я, с другой стороны, понимаю же, ребенка надо как-то на что-то переводить. А на что, я не знала, на что переводить его. Конечно же, я с тетей, со своей тетей тоже родной, с родными поговорила. Они говорят, ну, как бы, пробуй. Ну, тетя всегда меня поддерживала. Говорит, пробуй, потому что его надо переводить. Какую-то ромашку. А у нас от ромашки даже аллергия была. То есть на все травы. Вообще на все цветения, на все травы. Да, да, да. Противопоказана была. Ой, сейчас, мучку. Противопоказана была у нас, получается, гомеопатия. Просто прощение. Вот. И нам только, значит, только можно было, ну, медикаментозно, химию пить, в общем говоря. И поэтому я его... Думаю, ну, надо что-то такое, чтобы, как бы, как же, думаю, его направление... Никак не получалось. Вот. И в оконцовке, то есть я вот пошла разбираться с этим... То есть я думаю, ну, коралл... Коралл, коралл-хлаб, да, то есть понятно. Залезла в интернет, а там в интернете все написано и хорошее, и плохое. И доходит, да. Обычно про любую компанию, про любой продукт возьми, да. Да, что не возьмешь, все написано. Даже про тебя, может быть, там где-то написано, да. Кто-то за, кто-то против. Ну, я, естественно, обращаю внимание на тех, кто получил результаты, потому что я понимаю, что тот, кто не получил, что-то там, ну, видать, что-то не допустил. Так делал, да. Вот. Я думаю, мне надо с тобой разобраться. Я пошла. Купила этот коралл, да, в этот же вечер, получается. Ну, и все, я начала его отпаивать. Мы в этот вечер обошлись без ибуклина джуниора. Это вот фортамол, который постоянно снижаем, значит, температуру снижал. Ну, это в подробностях расскажу, кому это тоже интересно. Потому что там интересного очень много, да, в процессе, когда мы это все делали, возникало много вопросов. Но я не бросала, и в течение шести месяцев нас колбасило. Обострения, то есть были? Она говорила. Обострения были? Были, были. И ты продолжал? Да, были, он начал болеть еще больше. Мы ругались с мужем дома, то есть, как бы, никто не понимал, ну, как бы, в чем проблема? Ты тратишь только денег, а он болеет. Но он-то не видит, его нет дома. Я целый день с ним сижу, я вижу результат, я вижу эффект. Вот, и с другой стороны, конечно, меня поддерживали вообще весь коралловый клуб. Я там их всех за грудки всем там вообще звонила, и ночью идем, я же не спала. И постоянно я как вот, ну, просто, действительно, как ребенка спасти. То есть сама вот на меня ответственность возложена, что делать. Вот. И все мне помогали, естественно. И наш лор, который приходил, я даже ребенка не могла никуда в поликлинику отвезти. Потому что, ну, то, что там что-нибудь подхватит обязательно. Да, и опять все. Вот, и поэтому я вызывала... Да, вызывала этого себе врача на дом, она его слушала. И когда первый месяц прошел, когда я его начала отпоить водой, кстати, у него через две с половиной недели прошел кашель. Он у него сухой был в течение года. Вы представляете, постоянно сухой кашель. Целый день. Вот это просто с ума может сойти. И через... И я когда начала... Он у меня пил воду. Я ему воду с лимоном давала. И такую давала. Ну, что-то как-то вот он отрежет еще больше кашель. Да. А вот эту воду начала давать потихоньку, в общем, концентрированную. То есть там полтора литра разводишь на кружку. Да. Я его отпаила. То есть у меня таких кораллов попадало три штучки в день на него. То есть вот я кидаю в кружку, да, то есть я начала, ну, отпаиваю его. А потом этот вынимаю себе, ну, как бы там сама себе использую. Допиваешь его. А ему как бы новый беру. Вот этот концентрат, да, и я его поила в течение дня, в течение двух с половиной недель. И у него через, получается, ну, я сначала думала, что он заболел. То есть кашель так размок, что он начал хрипеть, как этот мужик бронхи, когда это... Курильщики, знаешь, вот это вот прям вот такой... Я думаю, ты что, что случилось? И начала его отпаять водой опять. И он просто это всё вышло у него. Коричневое. Слизь подеть, вот это да. Представляешь? И я потом поняла, что... Что такое гормоны? То есть гормоны – это просто вот так бронхи расширять, чтобы как бы вот... Ну, дышал, да? Чтобы как-то время дышал. А причина остается. Да, искусственно. Да, искусственно. Как костыли. Вот как говорят, костыли. Действительно вот так раздвинут. А всё остальное, причина-то там внутри. Вот. И когда я врачу нашему аллергологу говорила, наверное, это кишечник, наверное, это у него как-то изо рта пахнет. Может быть, это вот что-то там нет? Ну, как бы вот так. Это у вас бронхи, это у вас не кишечник. Как слышно меня? Хорошо, всё хорошо. Слышно, Оль? Да, 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 отлично. Ага. Да, и вот получилось так, что она говорит, это лечим бронхи. Мамочка, успокойтесь, это не желудок, это не кишечник, это бронхи. Вот вам гормоны. Она лечила нам бронхи. Вообще, я потом, конечно же, от этого, ну, мы гормоны не бросали в течение шести месяцев. Пока мы делали паразитарные программы, мы очищали кишечник, мы пили воду. То есть мы этого ничего не бросали абсолютно. То есть это всё вот так нон-стопом параллельно шло. Потом, когда, конечно, мы пошли уже, сдавали кровь, нас смотрели врачи. И тот, да, и тот врач, который, я всегда врачи, у меня скорые приезжали, я, ну, он у меня болел же, еще чаще начал болеть, постевать. То есть вышел на улицу погулять, приходит с температурой 38 с половиной. Моментально. Я ничего не поняла. То есть вроде нормально же это был. Да. И опять я его отпаивала. То есть это у него такая интоксикация, да, пока это всё не вымылось в организм. Гадость это вся. И всё, и постепенно, то есть пришло всё в норму. Через 6 месяцев мы сняли с гормонов. Вот, я вообще просто, когда мы пошли, через год мы пошли в цирк, а, через 9 месяцев где-то, 9 или 10 месяцев, мы пошли в цирк, я там сидела и ревела. Вот, потому что потом пошли мы с ним в театр, а я там тоже сидела и ревела, ну, как бы вот слежу, у меня слезы прямо вот катятся и всё, потому что смотрю, там детей полный зал. И ты сидишь, смотришь на своего ребёнка, который, блин, и думаешь, вот, а он мог бы и не видеть этого ни театра, ни цирка, вот он целый день заперти, вот просто и ни с кем погулять не может, не побегать, потому что он закашливается, у него геперативных бронхов, там, он не может на физкультуре бегать, там, ну, как бы, а я, ну, как бы, в садике, да. Я его в догонялке не может играть, там, дети все там солятые, да, ну, пацан уже, как бы, растёт. Да, а он, как бы, не может, всё ему плохо. И вот, получается, у нашей семьи, у всех было всё плохо, особенно, конечно, у мужа, муж мой вообще там на стену лез, вот, ну, как бы, я тоже, в свою очередь. И когда я научилась, вообще, вообще мы отхазались от всех лекарств, мы с помощью этих кора муравьиного дерева, там, гогать, который... На все случаи жизни кора муравьиного дерева, да, то есть мы восстанавливались именно, как его сказать, ну, от простуды, от бронхита, я помню, даже его от бронхита восстановила вот с коралловскими продуктами. Я была тоже такая в ужасе, ну, как бы, в лёгком шоке. Удивлена, как тогда. Потому что, да, 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 потому что у него был начинающийся бронхит, у него, и я такая думаю, о, приехали. Только я его тут отпаиваю, значит, всё классно вроде, и опять ему назначают антибиотики, купраксы. Я звоню, значит, ну, мы сдали кровь, у него гнойная кровь. А я звоню, значит, нашему врачу, который в коралловом клубе, и она всех нас поднимает, до сих пор Наталья Васильевна Ставчук очень благодарна ей. Вот, она мне там целый час, ну, она рассказывала мне, что нужно, если вы, говорит, не отойдёте от этих лекарств, никогда от этого не отойдёте. Видите, говорит, по две, а я же, ты знаешь, дозировки такие, коры морвинового дерева по две-три раза, жирпичные акулы по две-три раза. Они много, у нас, кошачьи, кошачьи по две-три раза. А это много, я же помню, да. Оказывается, это нормально, в начале это нормально. Главное, что после недели, а, вот прошло, получается, семь дней, если так пропоила, а, даже не семь, а пять, у меня где-то даже эти есть анализы. Пришли мы в лабораторию сдавать кровь, а, в общем, короче говоря, у неё кровь идеальная, нормальная. Ну, то есть, вот, как бы, пролечили. Я показываю лору, отправляя в WhatsApp, она говорит, у вас всё замечательно с кровью. Я говорю, да вы что? Она говорит, всё хорошо. Я говорю, а вы знаете, а мы не пили супрак. Она молчила, тишина такая в ответ, ну, как бы, ничего не сказала. Да, я потом поняла, что это работает. После этого я поняла, ну, я туда использовала, серебро ему давала, да. Как я ему это давала, конечно, он меня не глотать не мог, это ничего. Я ему всё это в ложку, вот так вот это вот, перемешиваю, вот это гуще. Вот, да-да-да. Ну, он пил, я говорю, ну, а что ты, ты же пьёшь лекарства горькие. Я говорю, давай вот это лекарство, всё, как лекарство ему, давай в рот, всё, запил. Вот, и всё, и потихонечку, вот таким образом, я методом проб и ошибок, потому что у меня ребёнок же был сильно, ну, как бы, аллергичный на всё. И поэтому я ему вообще не могла ничего, там же очень много трав, ну, наших, да, коралловских продуктов. И, конечно, когда мы только начинали, мы начинали с чистой коры муравьиного дерева. И я очень вот так вот судорожно думаю, ой, как же, я ему давала, вот многие спрашивают, как же вот давать аллергикам, вот им, ну, как бы, им потихоньку всё вот так пробовать. На что нету, там три дня, да, вот как бы, стоял, пополовинке, там, по одной трети, вот по чуть-чуть, смотришь на реакцию. И всё это, естественно, мы, как бы, на фоне зертека прикрывала я это всё, там, ну, как бы, фильмы всё это. То есть вот так потихонечку, даже на фоне зертека у него вот это вот может вылить. Поэтому потихонечку, потихонечку вот так всё. Сусан, а скажи, пожалуйста, у тебя первое было вот всё-таки противопаразитарная программа или детокс, где антиоксидант, лицетин, ассимилятор, или же начинали с противопаразитарной, на фоне воды, конечно, коралловой. Ну, ты знаешь, у нас вообще, я там накупила на 50 тысяч, я помню, первый раз. Вот, и много чего я не могла ему давать сразу. Потому что я такая смотрю, о, состав такой, тут состав такой, да, а мне почему-то, ну, как бы, вот... Казалось, что нельзя. Постепенно, потихоньку, да, потихоньку всё это выпил. Абсолютно всё, постепенно. Я ему ассимилятор, то есть я ему вот так вот методом, я говорю, всё вот так, да, куча, вот так... Пробовала. Не могла ему дать, я же... Да, и пробовала, и брала вот так продукт, потихоньку давала, смотрела на реакцию. То есть всё нормально, я ему давала дальше. Ну, как прикорм, вводят же, да, сначала, в 6 месяцев. То есть не сразу скопал, так потихоньку, пюрешку такую-то, такую-то, и всё. Ну, естественно, питание. Питание у нас вообще было, ну, как бы, никакое. Он у меня там ел рис, солью там, что-то такое. Овощи. Да, да, да. Да, ну вот, даже овощи он у меня не мог есть. То есть он у меня только белое такое всё, белое кушал, да, вот такое всё. Ну, как бы, всё, да. И потихонечку я его отпаивала. Но самое главное, с таким пониманием подошла, что ты понимала, что его нужно на натуральное переводить, что это травы, но на травы аллергии. И вот здесь информация, как тебе вовремя пришла. То есть ты искала, и информация пришла, вот, пожалуйста. И такой большой ассортимент, ну, в общем, я говорю, восхищаюсь тобой, на самом деле, что не остановилось, что даже на обострении, даже когда ребёнок болел, ты это очищение прошла. И вот он, ну, результат классный. Я тебе ещё даже больше скажу, мы когда, у нас в больнице, ну, он уже болел, и ротовирус у него был. Вот ротовирус, я расскажу такую историю. У него, просто я первый раз вот такое видела, то есть ребёнку, ну, маленький ребёнок, у него работа началась, ты знаешь, зелень, прям хвоя, хвоя, знаешь, цвет хвоя. Прям до такой степени, а потом уже, ну, сначала он вырвал всё, что у него было, потом уже до зелени дошло, это желчина пошла. И потом пошла пена, потом пена, а потом уже ничего нету в организме, и он сидит, вот так лежит просто. Значит, это было 8 утра, просто ноги поджал к желудку и вот так лежит. Значит, у нас такое уже было, ну, практически такое. Мы когда попали в больницу, нас капали, но это было тоже, там, нас отпаивали, глюкоза, там, регидрон, ничего не помогло. А он вообще просто обезвоженный был, там, лежачий, потом на следующий день пришло. Это было до кораллоклуба. Да, я поняла. Нас повезли в больницу, и мы там, там этой больнице ещё, когда заходишь, там уже можно заболеть. Когда тебя держат две большие тётки, вот так, ребёнка, да, и как бы одна там шину накладывает, дырку вот такую там делают, шину наложат, чтобы, и постоянно туда капают. И лежишь ты ещё в этой палате, я не знаю, там, господи, бедный, на него смотришь, уже сама заболеваешь. Он на себя писит, потому что ему нельзя вставать, он не может не шевелиться. Три часа вот так в лёжке капаться, это капец. И вот когда я, вот это всё мы знали, и вот тут опять этот протовирус, да, я такая вспомнила, что как мы там капали. А позвонила опять в кораллы клуба, говорю, что делать? Наши медики говорят, кораллы в рот, уши у меня там на матах, говорит, ну, в общем, какие кораллы? Ты что, вообще что ли вы живёте? Какие кораллы? А я говорю, слушай, говорю, давай попробуем, говорю, я скорую не отметаю, если что, обязательно пойду в больницу. Я ему на деревянную ложку высыпала кораллы, так, просто вот так, да, и в водичку. Я говорю, Кирилл, ты говори, давай, попробуй, говорю. Ну, говорю, какая, если что, опять поедем туда, говорю, опять помнишь, такая ситуация. Он встал, поднялся, выпил, запил и лёг. Где-то через пять минут он отжал ноги, просто отжал, я такая на меня стуну, и я говорю, ну так, смотрю за ним просто. А он меня попросил кушать, он говорит, я и хочу есть. Хороший признак. Женя мне там, ну, медик, она мне говорит, Сусанна, ему нельзя кушать. Я говорю, так я знаю, говорю, а что делать? Я говорю, можно, я вот эту кашу, говорю, вот эту вот белую створю, эту жижу подстолю, и вот так ложка, я его отпаивала, и я его, получается, с восьми до двенадцати, короче, пришёл педиатр, я вызвала в 12 часов дня, и вот, получается, это время, то есть в 12 часов дня он уже на ногу лежал, смотрел телевизор, он у меня съел уже две чашки каши подстоленной. Вот так, легко, он уже такой розовенький. Да, я ему туда насыпала суперфлору нашу, ассимилятор потихоньку, вот это всё. И когда пришёл, да, и пришёл педиатр, когда она говорит, что случилось, я говорю, ротовирус, говорю, вот так и так, она говорит, а что даёте? Я ему раз такая, коралловую воду, она такая говорит, а, ну тогда, говорит, регидрон не надо. Ну, то есть, как бы я такая поняла, что, типа, она говорит, отпаивайте тем, что у вас, типа, есть, всё нормально. Но она ж вот, там, минерализация, калий, магний, натрий, да, и такое. В общем, она такая, в общем, я учудилась, потом муж у меня спрашивал, что это такое было? Она говорит, это ротовирус, вирус декишечника, вот. Ну и потом, я говорю, а он говорит, а что нужно? Она говорит, противовирусные нужны, я такая, просто, я думаю, о, у меня же есть кора-муравинable. Кора-муравинable, да. Ну, про себя, как бы, да, она такая, пробиотики нужны, я говорю, про себя, Я говорю, о, суперфлора, у нас есть замечательная суперфлора. Потом, значит, что? Она говорит, а, ферменты. Говорит, хорошо, что ферменты. Я говорю, о, хорошо, у меня семья приедет. Классно. Все, и потихоньку у меня еще как бы серебро. И вот вода. Все, он у меня вообще все. Он в конце вечера, он съел уже супчик, он покушал. То есть при такой состоянии, при таком. Да я-то вообще... Вот кораллового клуба, когда не было, у меня не было такого опыта. Я тогда, я говорю, два дня я его отпаивала. Мантелукаск, а, что-то там, мантеллар, что-то, короче, от рвоты. Мои родители бегали, покупали, а ему все хуже и хуже. У него рвота просто постоянно нескончаема. И я говорю, на следующий день он просто не мог встать уже. Уже организм отбезвожен. Да, и врач сказала нам тогда отпаивать его ригидрон, глюкоза, натрий хлорид. Это вот если видикаментозно, да, взять. Я просто сейчас как бы разграничиваю. Вот это как бы альтернатива, действительно альтернатива. И когда мы попали еще давно, ну, опять же, еще другая история, попали в больницу. У меня так заболел, опять нас в эту инфекционку послали. И врач-заведующий, значит, продержали нас просто в палате, знаешь. А он нам выписал арбидол и зертек там что-то капель. А я такая с собой кору муровиного дерева, серебро взяла. Пока я их там ждала, пока они там проснутся, все эти врачи, я уже ребенка там напоила и то, и то, и то. Арбидол я ему вообще не давала. И пришел врач и говорит, знаете, мы вам арбидол дали, но вы можете его не пить. А горло его посмотрели. Я говорю, в смысле, а почему не пить? Ну, он говорит, помогает, а так, помогает. А я этому врачу еще 2000 дал, за то, что он нас как бы в отдельную палату положил. Потому что, когда мы приехали ночью, ну, я говорю, ну, как бы, чтобы не разбудить, я говорю, можно как бы в отдельную палату, в общем говоря, чтобы еще друг друга не заражать. Вот. Ну, в общем, у нас такая медицина, я знаешь, я не знаю, прям это просто как бы сказать-то галочка, что ли. И действительно человек-то там, он как бы, может быть, психологическая поддержка какая-то есть, если что-то вдруг там тебя откачают. А так, на самом деле, вот пока ждешь, воспалительные процессы, ну, они как бы дальше и дальше идут, да. То есть, как показала практика, ждать не надо. Когда ты начинаешь профилактировать сейчас, и когда ты вот только чуть-чуть, раз, сразу ты понимаешь, уже зломок, ты уже понимаешь эту систему всю, вообще без проблем выходишь. Я говорю, мы переехали в кочей, тут все. Цветущий. Да, воздух весь наполнен, цветущий. Да, 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 да. Кирилл у меня спокойно вообще, абсолютно, тут кошки, по шесть штук на каждом шагу себя окружают. Собаки тут, потому что у каждого приезжего, вот на собачке такой-такой, весь парк забит собаками. Тут, ну, как бы, глистная инвазия, паразитарные инвазии, как бы здесь вообще на высоте. И грибковые, потому что здесь влажность, потому что здесь ничего не проветривается. Вот мы сейчас живем, например, в этой, снимаем квартиру в Сочи. Я говорю, у нас в этой ванне нету вот этого, окошко, которое проветривалось. Вот. Так, слышно меня опять что-то крутится? Да, да, да. Да, нет вытяжки. И там, на потолке, я смотрю уже, ну, я вытираю вот так, как бы мы, когда пусто нас. Ну, вот это грибковая инфекция. То есть у нас, вообще, нас реально окружают грибы, паразиты. Вот никто не задумывается об этом. Вообще, абсолютно. Никто не верит, а на самом деле это так, да. Да, и мы, на самом деле, действительно, Коралл и Клуб предлагают обучение, да, и мне нравится, что человека обучают. Есть система обучения, Международная Академия Здоровья. То есть хочешь, иди обучись. Тебе помогут пройти это все, и это не просто там тебе, там, да, как это, как очередная компания продается. Она реально прям обучает. И вот это вот такая ценность, ценность для семьи, потому что сегодня уже спокойствие пришло в наш дом. Мы, кстати, спокойны, мы уже ездим, куда хотим. Мы кушаем, вообще проблем нет. Есть там какие-то цветущие растения. Вообще, да. То ты ходишь спокойно. Когда я еще на Дальнем Востоке была, вам же тогда отменили вот эту гормональную терапию, вы спокойно ходили и на дни рождения, после того, как восстановились вот на продукте Кораллового клуба. Мне вот тоже нравится грамотный подход, что с пониманием. Главное, вот разобраться в информации, и когда мы уже понимаем, настолько облегчает жизнь, чуть что не так чувствуем. Вот хочет организм заболеть сразу. Вот как ты говоришь, коралловую воду, муравьиного дерева, мы сейчас даже ближе к тебе приехали, да, в Краснодарский край отдыхать. И вот у нас натуральная аптечка. То есть кора, целая банка. Обязательно, H500, вот этот антиоксидант. То есть я с тобой прям абсолютно согласна, что без всякой задней мысли берешь и знаешь, что можешь в любой момент тебе помочь. Да, 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 да. Оль, я вот еще хотела, знаешь, если мы с тобой проведем еще другой какой-то эфир, ну, про аллергию понятно, знаешь, что это кишечник. На самом деле это кишечник. И, кстати, когда я узнала, что с кишечника поднимается вся грязь в бронхе, это как выделительный орган. То есть бронхи, они не болят вообще. То есть бронхи – это просто выделительный, как кожа. Да, как там, я не знаю, что еще может быть там у нас. Уши, глаза, да, нос. То есть это выделительный орган. И когда действительно с кишечником все нормально становится, да, то есть дырки в кишечнике залатываются, так сказать. Как он поклевывает. Да, дырявый. Наживает. Так бывает, да. Да-да-да. И все, то есть паразитарки вот эти вот мы постоянно делаем. Ну, не постоянно, там, два раза в год уже. Спокойно уже. Уже что-то, если происходит, то ты понимаешь причину. То есть мы работаем с причиной живота, да, и это классно. Я хотела бы еще сказать вот сейчас вот, ну, для людей, кто будет смотреть. У меня просто результат тоже такой. Я штаммаж, как бы, после того, как я его подняла, я с него легла. Ну, это как бы в прямом смысле слова, у меня почему-то сбой, у меня кишечник был слабый. А я, видать, не ела, на нервах еще и спала. У меня просто получился сбой. У меня сосуды, ну, проблема со сосудами. У меня давление было до 200. У меня проблемы были, у меня было очень скорое. Ну, как, в общем, короче говоря, опять же Коралловый клуб. Восстановил. Это ассимилятор. Я просто хочу сказать, да, кто ездит, значит, в страны жаркие, там, да, с сосудами проблема, там, что-то, что-то. В Коралловом клубе все для этого есть, и это не лекарство, да, и они могут помогать. Ну, они очень сильно помогают восстанавливать, получается, ну, сделать кровь текущей. Да-да-да. Сосуды восстанавливают все это. То есть я раньше не могла, ну, как бы, вот, разговаривать, да, вот, поэтому это очень все круто помогает. Мы можем потом, чтобы отдельный эфир провести. Да, я знаю, у тебя еще, знаешь, какие результаты? Вот по последнему вирусу, и у меня тоже накопилось много результатов вот по этой теме, когда мы реально можем вот помочь своему организму, и как люди быстро восстанавливаются, да, даже если попали в такую вирусную историю. Вот, и что мне нравится, что вот в Коралл Клаб есть система, потому что добавок достаточно, ну, на высоком уровне. Мы можем увидеть и в разных компаниях, да, но именно вот эту вот систему пошаговая, как инструкция вот к нашему организму, к телу, да, которая действительно дает качественный результат. Не разрозненно попить чего-то отдельно, да, а именно вот пройти тоже детокс. Думаю, с сосудами ты тоже с него начинала. Противопаразитарную программу, да, очищение. Вот очищение, как у Кирилла, у тебя прошло, пусть даже через обострение, но когда все прочистилось, и ты добавила клеточное питание, тот же витамин D, вот шикарный, липосомальный, который на раз усваивается. То же самое, вот жир печени акулы, ты говоришь, чтобы вот эти оливиолки, бронхи не склеивались, вообще шикарно помогает и для иммунитета. Вот, пожалуйста, готовая система. И самое главное, вода. Вот это... Да, слышно, слышно. Причем арно. Я тебя благодарю. Я вижу, что тебе уже звонят тому, что ты продолжаешь свою работу, поэтому тебя благодарю, желаю только здоровья. И вот это счастливое детство ребенку подарила мама, опять же, с таким пониманием подошла к делу, вообще здорово. И как мы сами и взрослые, и детям помогаем, и взрослые омолаживают. Сусан, а что ты пожелала бы нашим зрителям, которые вот сейчас смотрят, и которые в записи посмотрят наш прямой эфир? Что бы ты им сказала? Я бы пожелала зрителям, чтобы вы взяли ответственность в свои руки. Не надейтесь ни на кого, а прям возьмите, есть знания. То есть есть верю-не верю, есть знаю-не знаю, да, как бы это знание. То есть знания и это все. То есть если у вас есть знания, это прям ключ к успеху, к здоровью. Поэтому, а здесь все это есть, и вы можете это все проверить, разобраться. То есть я вам желаю именно разобраться. То есть вот кто именно имеет детей с маслом, с аллергией, идите просто разберитесь, читайте. Вот у нас это все есть, даже курс какой-то можно купить, да, взять. Да. Это символическая сумма там в Международной Академии. Вот, пишите, то есть Ольге, да. И Сусанне, да. Ссылочку. Да, и, ну, то есть пишите какие-то вопросы вообще без проблем. Денег мы за консультацию не берем, то есть я просто одушевлюсь этой информацией. Тебе, видишь, золотые слова, они обращаются, да. Ой, благодарю, да, за отклики, за сердечки. Это все для тебя, Сусадно. Благодарю, что ты согласилась на прямой эфир. Мы обязательно проведем еще снова здоровье, воспитание, да, и вот такую счастливую жизнь. Друзья, благодарю вас, что присутствовали на нашем прямом эфире, и до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.